дорогие друзья всем привет двигаем дальше еще один шаг на пути к успеху сегодня знакомимся с циклами и так циклы что за зверь как работает и с чем едят вперед и так давайте смоделируем задачу у нас есть некая исходная сумма допустим 1000 рублей у нас есть годовая ставка процентов 15 в процентах и у нас есть некий конечный результат мы хотим с вами накопить 2000 рублей как это выглядит в жизни мы с вами берем нашу исходную сумму помещаем под проценты например на год в течение первого года у нас начисляются проценты мы берем нашу сумму с процентами опять помещаем в банк на год под 15 процентов годовых и так мы с вами делаем до тех пор пока пока мы не накупим нужную сумму то есть пока наша сумма меньше результата мы будем с вами повторять циклично одно и то же действие размещать деньги в банк на депозит как эту процедуру или операцию мы можем описать в коде как эту задачу можно решить с кодом конечно же мы не будем с вами 15 раз или 10 или 25 писать одно и то же для этих целей джаваскрипте есть такие конструкции синтаксические которые называются циклы таких конструкций есть несколько мы сегодня с вами познакомимся с одной из них и так как это выглядит помните что мы говорили пока наша сумма меньше необходимого результата давайте это и с вами запишем и так пишем пока обратите внимание у нас есть специальная конструкция которая называется вайл пока и здесь скобках мы должны с вами указать условия до каких пор до пока у нас есть сформулированный критерий до тех пор пока наша сумма меньше необходимого результата до тех пор пока здесь будет это сравнение это условие до тех пор пока она будет нам давать true до тех пор пока она будет истина до тех пор будет выполняться тело цикла а что же будет происходить в теле нашего цикла мы нашу переменную сам нашу сумму будем на каждой итерации цикла увеличивать то есть мы будем брать исходное значение и добавлять к нему сумму начисленных процентов то есть мы берем исход на тысячу и сейчас смотрим сколько процентов нам будет начислено например на первой итерации для этого берем нашу сумму и умножаем на умножаем на проценты с учетом того что это у нас проценты эту цифру необходимо разделить на 100 и так давайте с вами посмотрим как работает наш цикл а для этого на каждой итерации нашего цикла мы будем выводить наше значение сам валерт и наслаждаться картиной того как растут наши сбережения переходим в браузер я запускаю еще раз страничку и мы с вами видим в первый год мы получим 1150 рублей продолжаем следить за ростом наших накоплений и обратите внимание мы достигли за да про достигли нашего результата наши условия в этот момент вернет нам фолз потому что сумма уже является 2011 рублей что уже превосходит наш результат то есть наше сравнение вернет нам фолз как только наше сравнение возвращает фолз мы с вами получим окончание цикла нажимаем ок и обратите внимание наш цикл завершился возвращаемся в код и еще раз давайте посмотрим итак наш цикл будет продолжаться до тех пор пока условия истинно на каждой итерации будет происходить операция которая прописана в теле нашего цикла отлично первое знакомство с циклом состоялось у вас может возникнуть логичный вопрос вы можете сказать виктор черт я забыл сумму короче сколько там у меня получилось хорошо давайте мы с вами поможем себе немножко и итоговый результат выведем в консоль следующий шаг вопрос который у вас может возникнуть сколько же лет мне потребовалось на то чтобы например нашу сумму увеличить до 2000 мы же не будем с вами считать раз два три четыре это неудобно для этих целей обычно в циклах или часто давайте скажем так необычно запускают какой-то счетчик мы с вами создадим переменную каунт и скажем что исходная она у нас равна нулю и на каждой итерации нашего цикла мы будем говорить что мы хотим увеличить счетчик на единицу в конце концов мы в консоль с вами выведем итоговую сумму и выведем количество лет которое нам необходимо для того чтобы достичь желаемого результата возвращаемся в браузер перезапускаем страничку наблюдаем за ростом наших сбережений напоследок заглянем в консоль открываем вкладочку консоль если вы помните и обнаруживаем что сумму в 2000 рублей мы с вами достигнем за пять лет хорошо следующий вопрос может возникнуть у вас а если ситуация выглядит следующим образом это 1000 рублей у нас свободно на 10 лет и вас интересует вопрос а какую же сумму я могу накопить за 10 лет в таком случае в качестве условия в нашем цикле мы должны будем использовать значение счетчика то есть мы не будем смотреть теперь насколько наша сумма соответствует желаемому результату а вместо этого условия мы можем записать другое мы можем сказать каунт меньше десяти то есть мы с вами хотим осуществить десять итераций отсчет начинается с нуля поэтому десятую итерацию мы с вами не считаем что ж давайте посмотрим какую сумму мы сможем накопить за десять лет возвращаемся в браузер запускаем нашу страничку наслаждаемся ростом наших сбережений и в конечном счете в консоли мы с вами видим результат мы можем накопить желаемую сумму за десять лет и это будет 4045 рублей и так друзья возвращаемся в код и немножко давайте еще раз подведем итог цикл позволяет нам выполнять повторяющиеся действия повторяющиеся действия которые выполняются на каждой итерации цикла записываются в его теле тело ограничено или выделено фигурными скобками важным существенным условием цикла является условие его продолжения это может быть достижение какого-то результата например или это может быть определенное количество итераций обратите пожалуйста внимание что мы бы хотели с вами иметь не бесконечный цикл если по какой-то причине вы сформулируете неверно условие которое всегда будет возвращать true то мы с вами получим вечный цикл а это не то что бы нам хотелось пока что про циклы все подводим итог циклы нам нужны для того чтобы выполнять повторяющиеся операции до достижения какого-либо результата кроме цикла while в джаваскрипте используются и другие синтаксические конструкции например гораздо реже но тем не менее используется цикл do while и очень часто максимально широко используется конструкция цикл for так называемых с ними мы познакомимся чуть позже и это не очень важно потому что в принципе никаких логических дополнительных возможностей и другие синтаксические конструкции циклов по большому счету нам не предоставляют просто есть в некоторых случаях более удобные есть менее удобные конструкции но работают примерно одинаково также я бы хотел чтобы вы отметили друзья что в нашем коде мы те переменные которые у нас изменялись объявляли с помощью ключевого слова let а те переменные которые имели постоянное значение до протяжении всей работы нашего скрипта мы использовали для них ключевое слово конст пока что все считаем деньги кладем депозиты знакомимся с циклами кормим youtube лайк подписка комментарии и доброе слово инкубатору и до следующей встречи Субтитры сделал DimaTorzok